Восстание Гребцов-Невольников Оставив на борту еще 80 человек и 243 грибца-невольников. Их основную массу составляли пленные украинцы и русские. Инициатором восстания стал украинский шляхтич Марко Якимовский. Он и еще двое грибцов сумели войти в доверие к туркам и днем работали без скандалов. Смельчаки пробрались на кухню и вооружившись палками и всем, что оказалось под рукой, вступили в бой. Они захватили оружие и начали освобождать невольников. Сам Якимовский был ранен, но убил самого жестокого надзирателя. Турки не сразу поняли в чем дело и большая их часть все еще дремала. А когда пришли в себя, было поздно. Восставшие перебили и выбросили за борт большую часть команды корабля. А после этого перерубили якорные канаты и под огнем береговых пушек вышли в море. Турки пытались организовать погоню, однако корабли эскадры Касимбека из-за шторма вернулись. Восставшая галера благополучно дошла до Италии, а бывшие невольники даже были приняты Папой Римским как герои. Большая их часть добралась до Польши в мае 1628 года. 16 ноября 1920 года командование Южного фронта Красной армии начинает разработку военной операции по ликвидации Махновского движения, своего неудобного союзника по борьбе с белыми генералами Деникиным и Врангелем. Подготовка этих планов началась сразу же после разгрома Врангеля и захвата Крыма, когда Южный фронт уже стал не нужен. В это же время после подписания перемирия с Польшей и поражения армии УНР для красных отпала необходимость и в Западном фронте. Однако гражданская война, об окончании которой уже начали говорить большевики, фактически продолжалась в виде массовых выступлений крестьян в Поволжье, Сибири, восстаний и забастовок в самой Красной армии, кронштадтский мятеж, забастовки в Екатеринославе, Харькове, Одессе, Николаеве. На этом фоне повстанческая армия Нестора Махно внушала страх. Командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе отдал приказ крымской группе махновцев Каретникова перебазироваться в район города Саки, а вокруг начал разворачиваться советский конный корпус. Первая и вторая конные армии Красных отправились в район Екатеринослава, Гуляйполе. На крымском перешейке были выставлены мощные заградительные отряды. 16 ноября 1930 года в городе Пологи Запорожской области родился украинский кинодраматург Александр Сацкий. В 1962 году он закончил сценарный факультет Всесоюзного госинститута кинематографии. Долгое время работал редактором и сценаристом киевской киностудии имени Александра Довженко. Самая известная сценарная работа Сацкого создана в соавторстве со сценаристом Евгением Анаприенко и режиссером ленты Леонидом Быковым. Военный фильм «В бой идут одни старики» 1973 года. Среди других известных работ кинодраматурга «Везде есть небо», «Ярость», «Марина», «Водоворот», «Женихи», «Кормелюк». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok